Здравствуйте, дорогие! Повторюсь, мы все разные и проявляем себя или манифестируем на планете по-разному. Поэтому напрашивается вывод – разрешите всем быть собой. Это не значит, чтобы все беспредельничали, а значит проявляли себя иначе, более искренними, любящими. Как мы знаем, мешает боль и привязка выражать себя негативно. Но привыкли мы себя выражать негативно. Человек не видит себя, сам себя не видит, но внимательно под микроскопом разглядывает других и знает все мелочи, все негативные качества и использует их в своих интересах. Повторюсь, мы боимся зайти в свой внутренний мир, поэтому разворота не получается. Мы не признаем своих недостаточностей и поэтому обвиняем других людей, как правило сильных, и они должны. На самом деле никто ничего никому не должен. Не должен. Разве можем мы преодолеть нечто негативное, не противясь ему? Этот вопрос проявляет одно из тех заблуждений, которое порой всю жизнь не дает нам получить то, чего мы хотим. Мы думаем, что сопротивляясь негативу, освободимся от него, но это не так. Во многих случаях свободу создавать желаемое мы получаем лишь после того, как прекратили сопротивляться. Противяясь своим желаниям, мы только подливаем масло в огонь. Так мы только усугубляем ситуацию. Если мы сопротивляемся тому, что для нас нежелательно, то полностью сосредотачиваемся на нем. Мы действуем, исходя из того, что внешние обстоятельства не дадут нам получить то, чего нам хочется. Давайте мы рассмотрим несколько примеров. Если на работе мы против того, чтобы общаться с определенными людьми, непременно выходит так, что мы вынуждены сталкиваться с ними по делам постоянно. Чем больше мы воюем с какими-то привычками наших детей, тем сильнее они становятся. Если мы боимся растолстеть, сопротивляемся желанию есть десерт, нам еще сильнее его хочется. Когда мы не желаем оплачивать счета, они, кажется, просто заваливают нас. Когда спешим и боимся попасть в пробку, можете не сомневаться, что мы проторчим в ней не менее получаса. Из-за этого сопротивления человек отрицает свою внутреннюю силу создавать и привлекать желаемое. Деятельное сосредоточение на том, чего мы не хотим, ослабляет наши возможности получить то, чего мы искренне желаем. Трудно быть уверенным в том, что можно сделать мечты реальности, если думать только о том, чего не достиг, или чего невозможно достигнуть в нашем понимании. Нелегко испытать состояние внутреннего счастья, любви, мира, если пытаться искать его вовне. Это не значит, что человек должен игнорировать все, чего он не хочет. Но вместо того, чтобы сопротивляться негативу, его можно использовать. Корректируем себя сами, приглашая к сотрудничеству. Я, допустим, дочь Божья Валерия, желаю выстроить новую конструкцию, снимая сопротивление и используя негатив. Я желаю использовать негатив. Мое внимание направлено на конструктивное и благостные для меня переживания, события, состояния, впечатления, открывающие двери к мечте. Я мечтаю жить среди доброжелательных людей. Я желаю проявлять свои таланты. Я желаю видеть мир безопасным. Мир безопасен. Эта новая моя убежденность позволит мне сохранить и умножить огромные потенции, а также вспомнить, что все мы уже жили в золотом веке. Благодарю всех малых строителей, благодарю всех существ и все миры. Отрицательные эмоции помогут прочувствовать желаемое и сосредоточиться на нем. Возможность создавать свое будущее полностью зависит от попыток делать это и от жизненной позиции человека. Не сопротивляйтесь, а осознавайте и отпускайте негативные эмоции, и тогда внимание обратиться к тому, чего вы хотите. Сопротивление усиливает веру в то, что мы не можем получить желаемое. Мы автоматически начинаем накапливать признаки собственного бессилия и в конце концов теряем связь со своим творческим потенциалом. Мы создаем то, во что верим. Человеческое мышление намного мощнее, чем думает большинство людей. 90% того, что происходит в жизни, вызвано нашими мыслеобразами. И лишь 10% поступками человеку, который верит, что может иметь больше, но никак не может добиться желаемого, следует пристальнее смотреться в свои переживания. И тогда он непременно увидит, что в глубине души не верит в свой успех. И напротив, продолжая верить в желаемое, в самых безнадежных ситуациях, человек укрепляет свою веру и убеждение. Когда вы верите, проблемы делают вас сильнее и укрепляют вашу веру. Мы создаем то, во что верим. Когда ощущение безысходности берет верх над уверенностью человека в себе, он начинает излишне сопротивляться миру. Вместо того, чтобы принять то, что имеет, и работать, чтобы получить то, чего хочет, он тратит все силы на сопротивление существующей ситуации. Когда мы сопротивляемся другому человеку или какой-либо ситуации, мы даем желанию неправильное направление. И вместо того, чтобы стремиться к спокойствию и сотрудничеству, мы хотим избавиться от чего-либо. Вместо того, чтобы пытаться завершить проект, тратим огромное количество энергии, увиливая от работы. Вместо того, чтобы уладить отношения, понапрасну расходуем душевные силы, надеясь изменить поведение партнеров. Но это не приводит ни к каким хорошим результатам. Мы сосредотачиваемся на том, чего не хотим, и мысленно возвращаемся к случаям, когда не получили того, что хотели, и говорим «Я сколько не делаю добра, все за это получаю» по морде. Вместо этого мы должны концентрироваться на желаемом и помнить те случаи, когда получили его. Мы сопротивляемся поведению партнеров, чувствуя, что не нравимся им. Вместо того, чтобы продемонстрировать коллегам свое дружелюбие, заинтересованность их, мы желаем, когда они в очередной раз обидят или разочаруют нас. Мы сами просим, вот обидьте меня, разочаруйте меня, докажите мне, что я плохая. Докажите мне, что я жестокий. И доказывают. В любом случае, сопротивляясь ситуации, мы неумело тратим энергию и продолжаем получать то, чему сопротивляемся, ничуть не приближаясь к тому, чего по-настоящему хотим. То, чему мы сопротивляемся, будет упорно возвращаться. Вы получаете то, на чем концентрируетесь. И нежелательное, подпитываясь от вашего внимания, только возрастет. Когда вы уделяете чему-то внимание и испытываете при этом сильные негативные эмоции, вы в очередной раз привлекаете к себе то, чему сопротивляетесь. То, чему вы уделяете внимание, возрастет в вашей жизни. Сопротивляясь чему-либо, вы продолжаете это создавать, ибо верите, что избавиться от него невозможно. Ощущение безысходности и опасности было источником вашего сопротивления. И оно опять появится, если вы верите, что не можете получить то, чего хотите. Сопротивляясь, вы усиливаете веру в то, что не можете получить желаемое. Представьте, что знаете. По почте на ваше имя должен прийти чек на миллион долларов. В этом случае вы бы не сопротивлялись. Оплатили любые счета и не боялись бы их подписать. Вы бы не желали, чтобы счета исчезли. Прибывая в уверенности, что денег у вас достаточно, вы бы не сопротивлялись необходимости их тратить. Вообразите, что ваш партнер болен. Но вы точно знаете, что он скоро выздоровеет. Разве станете вы, обладая такой информацией, бросать все свои дела и начинать лично ухаживать за ним? Вы не опасаетесь, что он почувствует себя покинутым, не сопротивляетесь болезни и не считаете, что это тяжелая ноша. Ваше сопротивление сходит на нет, поскольку вы уверены, что получите то, чего хотите. Ваша уверенность в том, что все будет хорошо, не позволит вам попасть в ловушку сопротивления. С пониманием этого станет ясно и то, что для достижения успеха нам нужно оставить идею сопротивляться чему-либо. Следующий шаг – это обретение уверенности, которое поможет получить то, чего вы хотите. Уверенность, еще раз, может быть у вас только после того, как вы снимете сопротивление. Ничто так не укрепляет ее, как первый успех. Достижение успеха подобно катящимся с горы снежному кому. Чем больше он катится, тем больше становится. Аналогичным образом достижение даже незначительного успеха укрепляет вашу веру. Ну, например, я всегда вовремя прихожу на работу. Или я всегда успею вовремя сесть на такой-то транспорт. Теперь вы поверили в себя, исполнились энтузиазма. Вы просто излучаете положительную энергию и уверенность. Однажды набрав скорость, человек нередко продолжает катиться по инерции. Ничто так не способствует успеху, как сам успех. Усвоив это, вы можете понять, почему так важно каждый день определять свои желания. Если вы загадали желание и оно осуществилось, вы почувствуете прилив сил от сознания того, что способны привлекать в свою жизнь желаемое. Однако маленькие чудеса больше никогда не случаются, если вы перестанете ощущать за них признательность. Ничто так не способствует успеху, как успех. Чтобы достичь личного успеха, нам надо почувствовать и действовать в соответствии со своими истинными желаниями. К несчастью, большинство наших повседневных чаяний рождает как раз привычка к сопротивлению. Такие желания не являются истинными. А вместо того, чтобы привлекать в свою жизнь то, чего вам действительно хочется, ложные желания лишают вас энергии и укрепляют уверенность в собственном бессилии получить желаемое. Продолжение следует...